Работы по расчистке завалов павильона облпотребсоюза в торговом городке начались в среду. Активисты не только окинули здание взглядом, но и вынесли первые мешки мусора. На обочине старые кресла, потертые сидения, груда деревяшек. Пришлось также опилить растительность, которая разрушала корнями фундамент строения. Один из наших активистов поранился здорово, уступив на гвоздь, крыша после пожара. Там внутри находиться достаточно сложно. В перспективе здание станет центром велосипедного спорта, дом для которого ищут не первый год. Юрий Ильин возглавляет велоклуб ГИД 88 более 30 лет. За это время обучил катанию и ремонту велосипедов более 4,5 тысяч человек. Занятия проходили бесплатно. Базы нет. 120 велосипедов ржавеют. У меня в саду и у меня там большой навес под ним. Ржавеют как без этого, шоссейные велосипеды. Горные нам никто не обновлял. Хотя тоже так вот через друзьями из Самары, Северодонецка, с Луганска, с Киева, с Перми. Помогают, дарят велосипеды. А основной массой, конечно, внес Николай Николаевич Дроздов. Чтобы сосчитать награду Юрия Ильина, не хватит и дня. Мастер спорта, первый чемпионат СССР по фигурному вождению велосипеда, участник международных гонок. Он подготовил сотни юношей и девушек из Сасова, Скопина, Шилова, Плахина, Захарова для участия в различных стартах. Сейчас уже ветераны, они вновь собираются для совместных поездок и мечтают о возрождении клуба. Планы развивать. От мало до 90 лет кто придет. Велоспорт, велодвижение, прокатываться, ремонт велосипедов, конечки здесь, коньки здесь, будет каток. Лыжи, лесопарк рядом, зимняя подготовка, станки поставить, то они из дома сюда ездили. Или мы в центральный парк ходили, или в Сусове туда бегали. Власти инициативу поддержали, сейчас идет активное обсуждение проекта. Ведь сделать нужно немало. Отреставрировать здание, провести коммуникации, закупить мебель и многое другое. Параллельно активисты разрабатывают новую концепцию здания. Это больше, наверное, дизайн-код, потому что готовым проектным решением результаты воркшопа, наверное, мы все-таки не назовемся, назвать. То есть мы по-прежнему смотрим, мониторим практики других городов, общаемся с экспертами в тех областях для того, чтобы, если уж мы говорим о социокультурном проектировании этого пространства, то есть важно участие в принятии решения разных групп людей, профессионалов в том числе. Напомним, что здание является одним из 22 павильонов торгового городка, который признан объектом культурного наследия. Он был построен в 1955 году за рекордные два месяца. Уникальность места в том, что только в Рязани сохранился полный комплекс зданий. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».